Максим, у меня неожиданный первый вопрос. Ты часто дрался в детстве? Ну нет, не часто, но бывало такое. Нет, ну просто в мое время как-то, когда я был в школе, в мое время как-то, ну время от времени люди дрались. У нас там вот это все, патрики какие-то там. А, то есть даже район на район бывало? Не, ну не район на район, но как-то там это время от времени происходило. И в школе как-то происходило. Но у нас как-то драки были такие, знаешь, не озверевшие. Нас не хватали колья, трубы, не мочили друг друга, да. И так далее. Ну так дрались, дрались. Но как-то просто, как я в один момент понял, ты как-то уверенно можешь дать человеку в табло. Нет, я вообще не умею драться. Нет, это не правда. Я не знаю, про какой момент ты говоришь, но я не умею драться. У меня был там какой-то опыт, но это... Я видел людей, которые умеют драться. Это вообще не я совсем. Нет, но я, например, из-за джинсовой куртки на искусственном белом меху в подземном переходе под каменным мостом, значит, собственно, в центре нашей столицы получил таких люлей, которых я больше никогда в жизни не получал. Я с тех пор очень боюсь маленьких людей, потому что меня... Я шел от девушки. Она жила в доме на набережной. Значит, я был у нее в гостях. И ночью уже был там, типа, не знаю... Я только-только поступил в институт. Было, типа, там 12 часов ночи. А тогда 12 часов ночи – это уже все, город мертвый был вообще. Вот. И никакого шанса там дождаться троллейбуса и доехать по Новому Арбату до Белого дома у меня не было. Я понимал, что я пойду пешком. Вот. И я, значит, пошел в подземный переход, чтобы перейти на другую сторону каменного моста. И мне навстречу вышли трое. Вот. И двое таких средней руки. Один вообще шпен. Вот такой вот, понимаешь? Вот. И у меня вот этот вот белый воротник из искусственного меха. И еще у меня был красный шарфик такой. Ну, в общем, такой был пижонистый я. Вот. И, значит, и они, значит, говорят мне, мол, чувак... И рюкзачок. Вот. Они говорят мне, мол, чувак, что в рюкзачке? А у меня в рюкзачке была форма для стендвижения из института. И, в общем, по большому счету ничего больше. Вот. И умирать ради нее не хотел. Да. Я и я как бы... Я говорю, да, ребят, ну что вы, ну, е-богу, ну, чего вы? А так сам сяку вот этих двух, потому что я думаю, ну, чего эта тумбочка здесь бегает? Вот. Значит, они говорят, ну, давай куртку. Я говорю, нет. Знаете, она мне самому нужна. И тут такой человек, выпрыгивает такой человек, говорит, шмах, смех. И все. И дальше у меня свет. Пунц. Вот так вот. Он просто прыгнул. Понимаешь? Прыгнул, я не знаю, головой или чем-то ударил меня в подбородок. Вот. И дальше я очнулся уже в этом, значит, в подземном переходе. В кровище. Значит, шарфик на мне мой красненький. Хороший тоже, да. Курточки нет. Значит. И рюкзачка нет, понимаешь? С формой для стендвижения. Слушай, это же он не повторял при этом. Дяденька. Ну, зачем? Помнишь, это жуткая самая сцена из лапшина? Где Миронова убивает... А дальше нет. Вот к тебе вопрос. Что я сделал дальше? Вот как ты думаешь? Думаю, что ты... При том, что мне 18 лет. Вот что я сделал дальше? Я весь в кровище. Так. Ты не добежал до того места, где продавали такие же куртки, чтобы в этот момент купить замену? Вообще, ты не туда копаешь, чувак. Ты ничего не понимаешь. Так. Я, конечно, вернулся к девушке домой. О-о-о. Молодец. Конечно, вернулся в кровище. Зачем? В кровище вернулся домой. Я не учел только одного, что прошло уже минут 40, как я ушел. И ее заспанная мама, значит, с удивлением открыла мне. С этим заспанной мамой. Да. Я залитый, значит, этой кровью. Но все равно свои очки я там набрал. Ну, правильный поступок. Вообще, скажи мне... Не, ну, когда 18 лет, ты получаешь по морде, ты, конечно, сразу говоришь, что у тебя двойной перелом носа. Ты знаешь, я знавал людей, которые говорят про перелом носа и в значительно более старшем возрасте. Не знаю, я не знал. Э-э-э. Продолжение следует...